Исполняется 100 лет со дня Первой мировой войны. И тема эта сегодня не только и не столько историческая, тема эта находится в актуальной повестке развития человечества. Через эту тему многие вызовы современного мира достаточно ярко и четко проявляются. Еще в 19 веке, до, естественно, событий Первой мировой войны, Ивану Аксакову принадлежало такое высказывание. Если вы услышите крик и вой в адрес России о готовности России к каким-то внешним завоеваниям, знайте, что какая-то из европейских держав стремится завоевать какие-то очередные территории. И все это сегодня достаточно четко сфокусировано. С одной стороны, звучит новый военный набат, то есть когда это на территории Европы, давно ли происходили военные действия. С одной стороны, еще несколько лет назад говорили о каких глобальных военных конфликтах сегодня, в третьем тысячелетии, может вести сечь. Но тем не менее, сегодня уже эксперты говорят, что такая перспектива весьма вероятна. С другой стороны, в центре, в фокусе этого дискурса, как и поездия, как и накануне Первой мировой войны, оказывается Россия. Проводятся конференции, выходят труды, где организованные представителями западной научной и общественной мысли, где выдвигается новый концепт о том, что повинные в развязывании Первой мировой войны – это два актора. Это больше, более всего, это вовсе даже не немцы, не австрийцы. Это сербский национализм и русский империализм. Была презентована, вышла книга профессора Гарвардского университета Шона Макмикена «Русские корни Первой мировой войны», где высказывалась такая мысль о том, что, в общем, главное, что определяло Первую мировую войну ее причин – это был русский империализм и движение, значит, реализация Гареческого проекта, стремление взять принадлежащие Османской империи проливы Босфора-Дартанелла – это было якобы главным фактором. Складывается такая достаточно интересная картина такого позиционирования. Получается так, что Первую мировую войну развязала Российская империя вместе с Купис Сербии, Вторую мировую войну здесь, и причем те же самые авторы зачастую, которые обвиняют Россию в развязывании Первой мировой войны, пишут, что Вторую мировую войну развязал Советский Союз, а Третью мировую войну развязывает Путин, возрождающий русский империализм. Такая проекция, и, в общем, как и прежде, Россия обвиняется в смертных гайхах, обвиняется в том, что именно она является главным актором развязывания войны. Однако анализ о том, как возникают эти войны, каковы их движущие силы, приходит к пониманию того, что, в общем-то, акторы совершенно другие. И мы можем тоже проследить закономерности в отношении возникновения Первой и Второй мировой войн в связи с мировыми кризисами. Как Первая мировая война, одна волна кризиса, вторая волна кризиса, из этих кризисных волн мир никак не может выйти. И вот военный фактор, он, по сути дела, был использован как способ выхода из этого кризисного тупика. Вторая мировая война, известная Великая депрессия, потом новая, вторая постдепрессионная волна кризиса. И опять-таки вышли из кризиса посредством включения, заставив работать на войну и экономику, заставив мобилизоваться соответствующим образом ресурсы. И сегодня выхода в рамках существующей парадигмы из кризиса не существует. Не этот ли фактор, фактор войны, сегодня использован для этих целей? Еще, если говорить о проектировании войны, традиционная стратегия англосаксов, она всегда заключалась в том, что нельзя допустить хотя бы теоретически возникновение такого актора, который бы мог поставить под сомнение англосаксонскую гегемонию в мире. И когда такие акторы появлялись, вот тогда-то включался сценарий или войн, или других глобальных потрясений. Начало 20 века, колоссальный рывок экономической Германии, колоссальный рывок экономической России. Возникают перспективы, то что вот эта англо-американская экономическая гегемония может быть потеснена. И вот возникает война. Возникает после этой войны США становится однозначно мировым центром экономическим. Весь мир остальной оказывается в долгах у Соединенных Штатов Америки. Проиграла Германия, выплачивающая по рации. Проиграла Россия. То есть те акторы, которые в общем бросали теоретический вызов англосаксонской гегемонии. Вторая мировая война. Те же самые колоссальные темпы показывает Советский Союз в период инвестиционализации. Германия в эпоху национал-социализма сумела мобилизовать ресурсы, тоже показывает достаточно высокий рывок. И вот больше всего естественно пострадали во время Второй мировой войны, это Советский Союз. Известен ущерб, который был нанесен войной Советскому Союзу. Естественно, в значительной степени пострадала и проигравшая Германия. И опять, более всего обогатились. И колоссальный экономический рывок, статистика это показывает, у Соединенных Штатов Америки. Ищите, кому выгодно. Кому выгодно, тот очевидно и находится за спиной, за ширмой принимаемых решений. Колоссальный подъем ксенофобии. Как сегодня колоссальный подъем ксенофобии имеет. И фактор мигрантофобии сфокусирован здесь. Такой же мы видим взлет ксенофобии и накануне Второй мировой войны, и накануне Первой мировой войны. Фактор национально-этнических столкновений, национально-этнической борьбы, он оказывается выведен на авансцену. Перед Второй мировой войной тут был прямой переход к фашизму. Мы не используем применительно к Первой мировой войне понятие фашизм. Но по сути дела близкие националистические течения, они развиваются во многих странах. И Первая мировая война, она аккумулировала эти течения, выведя их вот на такую конфронтационную, на конфронтационной сценарии. И опять-таки, а где начинаются войны? Вот многие сегодня уже эксперты говорят, что что такое Украина сегодня? Не является ли Украина сегодня той же Сербией образца 2014 года? И если мы говорим о том, что параллель бросили вызов американской гегемонии России и Германии, а сегодня бросает вызов американской гегемонии тот же Китай, и многие эксперты говорят о сценарии, вот Китай обходит Соединенные Штаты Америки, в плане айтойки бросает вызов Соединенным Штатам Америки и России. По этому сценарию, те, кто бросил вызов англо-американской гегемонии, их-то, в общем, и надо в эту сценарную, сценарный водоворот глобальных потрясений и вывести. Украина, Сербия. И действительно, вот мировые войны, они возникают на изоломе, таком цивилизационном изоломе. Это зона, зона расселения славян, которые были подвергнуты либо окатоличиванию, либо в рамках Османской империи отуечиванию принятию мусульманской лиги. И вот в этих зонах расселения славян, то есть на границе столкновения трех цивилизаций, западной, российской и, значит, исламской, мусульманской, и возникают эти три мировые войны. Первым очагом явилась Сербия, зона южных славян. Вторым очагом явились территории западных славян. Проблема известная с Чехией, с Польшей. Там начинается этот очаг, из которого, значит, дальше проецируется вторая мировая война. И сегодня та же самая зона, известная генезис украинского национализма в Западной Украине, этот фактор униадства, отход от православия как исторический исток. И вот Украина, уже зона восточных славян, является этим водоворотом. Вот найдена та уязвимая зона, которая, в общем, способствует, проектирует этот мировой конфликт. И опять-таки, еще одна параллель потрясения, связанная с финансовой системой. И известно, что за полгода до Первой мировой войны создается Федеральная резервная система США. Изменяется глобальное управление финансами. И сегодня вопрос о том, что должна быть изменена система глобального управления финансами, она находится тоже в актуальной повестке. Что у нас, о чем говорят у нас, об этом ли? Большие празднования, мероприятия, связанные с Первой мировой войной. Но в каком направлении идет дискурс? Идет ли дискурс в том направлении, что, по сути дела, Россия попала в стратегическую ловушку? Ведь вступление в войну Россия оказалась в союзе со своим злейшим врагом, англичанами. По-любому, какой бы сценарий войны не был, Россия проигрывала. Накануне Первой мировой войны возникают различные геополитические концепты. Гамер Ли писал о том, что роковой день для англо-американского мира наступит тогда, когда будет реализована, построена ось Германия, Россия, Япония. Но волей судеб Россия вначале сталкивается в войне с Японией, затем Россия сталкивается в войне с Германией. Вот тот геополитически возможный альянс, который мог бы нанести принципиальный урон по англо-американскому миру, он не состоялся. Почему он не состоялся? Объективные ли это были причины, или был спровоцирован этот конфликт? Поэтому Россия, вступая в саму эту войну, оказалась ситуацией так. Она не может не воевать, поскольку Австро-Венгрия выдвинула соответствующий ультиматум, предприняла соответствующие действия против Сербии, и не может воевать, поскольку была не готова к войне раз, и во-вторых, она обойкала себя на двойственное положение, находясь в союзе с своим потенциальным и главным геополитическим противником. Стратегическая ловушка. Не та ли стратегическая ловушка сегодня и в отношении Украины? Но говорят не об этом. О чем говорят? Говорят больше о том, какую большую роль внесла Российская империя в победу над блоком противоборствующих государств над Германией и Австро-Венгрией. Продержись еще немного, и Россия оказалась бы в стане победителей. Дождись до победного 1918 года, и Россия бы разделила лавру победителей с соответствующими дивидендами. Говорят, вносят концепт второй Отечественной войны. Первая Отечественная война, 1812 год. Значит, 1914 год это вторая Отечественная война. Но концепт очень такой двойственный. Действительно, с одной стороны, концепт Отечественной войны позволяет подчеркнуть память в отношении тех героев, которые в 1914 году защищали свое Отечество. Но что значит Отечественная война? Что значит в применении концепта Отечественной войны? Тогда, в таком случае, выход большевиков из состояния войны. Что значит боясь литовский мир? То есть, по сути дела, такой организован белогвардейский дискурс, по итогам которого получается, что большевики совершили акт национального поедательства. Нивелируется в данном случае миллион дезертиеров, которые в 1917 году, и они в значительной степени участвовали в революционном выражении, но оказываются национальными поедателями, в данном случае большевики. То есть, из идеи организации исторического такого поемства выходят на прямо противоположный концепт. Поэтому эта идея второй Отечественной войны требует обсуждения. И требует понимания, к какой проекции политической на что она выводит. Во всяком случае, преемственной истории через вот этот концепт тут не вполне получается, поскольку неоднозначно тогда понимание советского фактора в нашем прошлом это раз. Во-вторых, природы самой войны, как, в общем, стратегические ловушки и для России, и стратегические ловушки для здоровых, в общем, сил мира. Завершая, можно вспомнить слова Анны Барбюса, участника Первой мировой войны. Он писал известные свои произведения о Первой мировой войне. Смысл его высказания заключается в том, что войны будут возникать всегда тогда, покуда решения о началах войн будут принимать не те, кто будет умирать в окопах, а те, кто получают дивиденды. Пока, в общем, война является способом, таким одним из важных способов управления миром. И без этой констатации, без этого понимания, в общем, предотвратить дальнейшие военные сценарии, думаю, не удастся. В свое время была выдвинута теория, ленинская теория империализма, как над ней, в общем, критиковали, в общем, иронизировали в ранние, в перестроечные, в постсоветские годы. Но, по сути дела, эта теория империализма нуждается в модернизации, нуждается в уточнении. И ведь, по сути дела, о том, что войны проецируются теми, кто получают дивиденды большие из этих войн, это положение ленинское. Оно, в принципе, действительно отражает реальную модель мирового глобального управления.